Всем привет, привет. Чего? Привет. Нравитесь? Слушай, ничего нету, да, вроде. Ну, ну чё. А на самом деле... Оп, кармашек. А тут? Оп, ещё один. Тут ещё один. Что-то они только вялые такие, как и жопа. А, они не вилые. Два достали. Что-то я посмотрела, сейчас, знаете, погода вообще сейчас нормальная. Нормальная. Минус один всё ещё. Так что, пока что не будем мы куртки одевать. Одем пока такие осенненькие. Здрасте, ещё раз привет на канале Перловодская Жизнь. В общем, решили пойти прогуляться. Время уже вечера, но, как говорится, борзые собаки себе вошликли. Вот, встали поздно. Опираются на вот так вот. График у нас. Это там женщина написала, например. Они стопроцентные совы. Вот так вот. Вован, кстати, приучен, но я сова. Не, Вован универсал. Он, когда надо, может быть и жаворонком. Когда надо. Он хорошо встаёт по поводу вот этого, какого, по будильнику. А я вот хреново. Была весь день на прикосяках. Зато к вечеру так, хоп, хей, ла-ла-лей. Та-ра-ра-ра-та-ра-ра. Пойду ковылять. Минус один. Возможно, скользко. Вот так вот. Но. Самый мой верный спутник. Вован Палыч. И поэтому, надеюсь, он меня ещё удержит. Ну что, рад своим ботинком-то? Кроссовкам-то? Удобно? Раз и всё. Не, вот это, кстати, знаете, у них там такая классная система. Вот это вот. Собирается, такая затяжка. Прям супер. Плюс, они выше, чем обычные кроссовки. И они прям много очень фиксируют. Они как бы тоже полукроссовки. Ну, как-то так. Нормально тебе там со стилькой-то? Да. Не сильно? Нет? Нет. Мне тяжело? Такое ощущение, что как будто там её нету. Там её и нету, да? Она же тонкая. Ну, тонкая, но... И с бортиками. Нет, вот когда кроссовки, кстати, вставляешь, вот эту вот стильку, вот кроссовки прям очень сложные. А эти, видать, это... Они такие более... Нет, дело в том, что они, видала, они тоненькие. Ну. И бортик у них. То есть, по сути, они вот такие тоненькие. Да. Из... Из полиуретана. Угу. Нет, я к тому, что... Ты как бы ложишь их на эту стильку, то есть она как бы сразу. Нет, ну, то есть нормально, тебе нигде ничего не жмёт. Нет. Ну, потому что я тебе говорю, в кроссовке когда вставляешь вот эти стильки, они прям что-то как-то не очень. Да, да, да. Так, ну, пойду я тоже платься. Чего, если снега тут навалила? Всё, зима, зима. Зимушка, зима. Ну, хорошо, кстати, так на улице. Тепло достаточно, чувак. Салют. О, живешь салют пускай. Хе-хе-хе. На, выкинь. Синяек, снежок, белая метелика. О, ведь уже салют пускай. Говоришь, что любишь, только мне не верится. Выбрось прогуляться. Так, уже учусь вылезать из машины с жопкой. Сначала двое ноги прикину, а потом уже встаю. Вот. Так, кстати, так удобнее, на самом деле. Можно спокойно вылезти. Ну, да. Или сама дверь держаться, либо кто-то держал. Вот. Но мне не нравится, что я еще прихрамываю. Иду немножко на ногу. Такой щень, как она, нога короче, другая длиннее. А просто не могу полностью выпрямить ногу, соответственно, вот эту больную. И получается так, что она у меня чуть согнута. Из-за этого такая вот походка у меня перевалочная. Переваливаюсь. Погода, кстати, хорошая. Минус один. Тебе? О, год дракона. Китайского дракона. Деревянный дракон. Да. О, я помню, тогда были на Новый год, а после Нового года. На Пхукете. И там так здорово, так красиво было. Все украшали, елочки. Там везде такие скидки. А, здесь закрыли уже, да? Дом Рифкинда был. Только все позакрывали. Вот так и скрыв. Все закрылось. В каким-то банкроте. Да. Вот эти грабишь вот они идут и скользят. А у них видишь? И кроссовки, и педали. А вот потом, когда... Я говорю, вот такие вот люди, знаете, вот, ну, сам, подросток, кстати, так любит делать. А потом, когда здесь патр мерзнет, и они потом будут здесь все раскатывать. Ну, здесь будут сами типа... Да. И смысл в том, что, понимаете, вот ты потом будешь идти по их вот этой раскатке. Они-то по приколу, а ты потом по этому идти. Мне очень приятно. Ты-то идешь, а они не садятся. Вот, не всегда. Ну, да. У меня все эти люди, вот эти скакеды. Так, так, во-первых, они не утепленные, это холодно. А во-вторых, там подошва, она не такая, как у тебя. У тебя наш... Широкая с протектором. С глубоким правилом тектором, чтобы этот снег отвалился сам. А у них она плоская. Слушайте, 9 часов вечера, сколько народу. Вообще-то блин, чуть хоть что-то. Зачем выходной, чуть-чуть. Ну, что-то будут. Ну, кстати, утром станет минус 6. Поэтому, скорее всего, все замерзнет. И быть не очень. Так, вся каша, и если я сейчас не... Не проехать трактором. А, я думал, что проедут? Никто проезжать не будет. Так что вот. В общем, потихонечку, полигонечку. Я помню, как делать. В принципе, в принципе, тоже не делают так. Если кашу не убирает ее. Просто до ночи начинает падать и не уйти в температуру. Нет, нет. Просто приходит машина, реагент поливает. Ну, кстати, да, вот сейчас вот будет и для обуви, и для собак, кстати, вот особенно. Мне очень приятно. Бедная собачка, у них лапки страдают. От этих всех реагентов. Ну, у них же подушечки. Подушечки. Ну, на лапку-то, подушечки маленькие. Они, да, кожные. Все, в общем, идем гуляю. Погода хорошая. В 9 часов вечера, в 9 часов вечера. Представляйся, 10 уже спробуйте. У них это экскурсия проводится. Капец. Это экскурсия. Они вообще спать-то будут, нет? Мне как-то начали в автобусе сядет и поедать. Что-то пристал бы. Ты не был на экскурсии, там вот такой вот. Автобус, наверное, кажется, это такая фигня. В автобусе не сесть, нормально, не поспать. Ты на таких автобусах не был, да? Сюда в хороших автобусах. Там же, как в малеке, раз. Может быть. Может быть, а так вот. Я вот не хотел такой услышать. И вот ты не была и не знаешь. Мочи, кто, кстати, был, расскажите. Прикольно, интересно. Некоторые так. Нежики, она поможет. Прикольно. Так, а это у нас еще один здание. Он сзади связан. А вот кто-то. Точно, точно, точно. Это вот здание. Вот это вот наши. Такой маленький Кремль. Ну да. Здание городской думы. Вот. Это было. Это еще один из памятников. Видите, кстати, вот здесь хорошо видно. Привет, Брайна. Вот, как раз слышу, люди прочитали. Не могли потрогать, ощутить. Вот, сейчас у нас, видите, здесь вот ремонт, получается, идет. Вот, а здесь вот он представлен. Какое вообще на самом деле. Вот, кстати, здесь еще пьюр-код можно скачать, посмотрите. Кому интересно, можете навести и почитать. Вот у нас и горы по городу, этим таких прям серьезных постаментов, наставили вот таких памятников. Пол 12 штук всему гордо. Молодец, очистится. Сата. Думаю, поставили еще такой мини-макет вот этой нашей башни. Кстати, вот такой башен у нас расположили еще на купюре тысячу рублей. Это вот новое у нас. Наш город вошел в один из таких вот... Короче, на купюрах может. Так, чистит. Народом полно. Сейчас посмотрим, есть травм. Хали его уже, поедем на такси. А вот сейчас, знаете, шла каждое движение боль. Такая небольшая, притупленная, но боль. Каждое движение. То ли кости труса, то ли что. Уже жду, не дождусь, когда к врачу схожу. Иду, терплю, хромаю, но иду. Какая-то через силу, через боль. Делаю все, что надо. Так вот, не надо ничего бояться. Надо добиваться всего самого. Красиво. Такие цветочки. Кстати, всех мам с праздником. С прощачим. С прекрасным праздником. День мам. Смотрите, мороженое бренд Айс. Это, мне кажется, вот этот раньше. Был так, мороженое. Сейчас переименовали, просто картинка другой поставили. 700 рублей что-то. Пралинная. Я знаю, что такое замороженое. Это когда-то, знаете, я вам рассказывала. Ага. А здесь. У них очень вкусно, вот эта пралинная. Вот это импортозамещение. Прикольно. А вот это. Баскин Робернс. Смотри. Баскин Робернс. Чехол. Новый. Бранд Айс. Импортозамещенный. Прикольно. В каких вот этих? Вот этих. В этих. А это где такое следование было? Кащи. Нафиг тогда. Что вам гортамета? Плохой. Плохие пельмени. Позариску карасито. Там же нету лактозы. Вот это получается. Вот, например. Потому что тебе можно его пить. Нифига нельзя. Можно так же кальций. Где? А, кальция, да. А тебе? Именно не молоко, именно кальция. Не усвоим. Именно из-за того, что там кальций. Офигайся. Смотри, банановое, ванильное, ореховое. Калполь только нету молока. Так, у нас все есть, вроде, пока что. Ну что, там, индекс яиц. 250, как и были. 250, а, ну, 250. Он, видите, давай самые дешевые, какие у нас? Там дешевые. 95 рублей. Я вот вижу, мы 95. 95, вот. 95. Отборная категория. Дващи. А что, дешевых? Хочу, не тошно. Вообще, дешевых есть. Яйц. Жанна, панту, паса. Посмотреть, что за яйца такие. У нас еще, правда, что-то есть яйца. У них не едим, последний раз. По одному уже плохое. Но приезжих все, что-то. Раньше такие были, что-то. Сейчас это отборная категория. Вот так вот. Ну, короче, понятно. Вот, посмотрите, вот. Самое дешевое, 95 рублей, получается. Яйца. А другие даже просто и нет. Вот за 1. 109 рублей. Капец, а я еще на тайские яйца ругалась. Говорил, что как дорого, как дорого. Вот я тебе, как выросли в цене. Да все выросло. Доллар упал, главное. А цена ни хрена не откатились. И что? Это, значит, брал эти овощи, фрукты. Ну, вот, чем только не так и пробел, что? Это, это взвешивало их, это, ну, похоже, например, это один, который стоил там 340 рублей, а другой 500, он брал за 500, но пробивал как 349. Вообще, вот эти кассы самообслуживания, это прям такая жуть, жуткая, там, по страшной силе, помню, что это было бы даже не пятерочка, а помню, раньше, что было. Да, ладно, я тебе говорю, а проходила на это, чтобы кассирование, там, на кассе же видно кассирование, кассирование, вон через кассу самообслуживание. То есть, а на другие товары просто, я переклеил 3-код, где дешевле. Вот такие вот люди бывают приприимчивые. Не, я помню, у нас тут был, короче, этот магазин еще до пятерочки, он, что я не только назвал, сэв, 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 да, других в помощи даже уже нету, тоже у нас там, вот раз, это общалась там с продавцами, столько всяких там вещей был, один раз в том, что даже не крыса, короче, наркоманы, что ли. Я стою на него, смотрю, вот такой, раз шоколадки себе прям, тык-тык-тык-тык, а ему пофигу, я на него смотрю, он смотрит на меня, шедев, а шоколадки дальше накладывает себе там, в этот сумку, что ли. Ну, так-то потом раз-раз-раз-раз быстренько, ну, видите, водичку пьем, это отслеживает целый месяц, а помню, что да, и не он, и просто галли, это галли, это ходили, это, конечно, она рассказывала, говорит, периодически ко мне приходит, там, то кофе, то еще там что-то предложил, может, да, да, то мартини, там банку икры и предложит. Так они для этого и воруют, что, чтобы продать, ну, должен. Ну, вот так вот, конечно, работка здесь еще там, а потом, кстати, все это делят среди этих продавцов, кассиров и прочее, то есть между ними делят вот это тоже, да, то есть у них в минусе идет. Вот так вот. Даже если это хранится, и я у них, когда здесь спали, то хран тоже платит. Кстати, нам. Хорошо, так вот. Вообще, ваша игрушка, печать это. Бода, да, сверху, надо включать. Опять вон пишут, что вода не будет горячей и отопление. Прикиньте, вода на целый день. Такой щенком включили временно на выходные. Ну, хоть пишут. Опять дома будет холодно. Он тоже с Ромочкой вся созванет. Он говорит, он тоже здесь неделекуя тоже живет. У них тоже периодически отключает. Он говорит, все, капец. Мы думали, так, перекантуемся. Нет, сейчас уже хотим там выкраивать из бюджета, ставить бойлер. Там этот нагревательный. Потому что полюбасу никак. Не знаю, если что приходить намыться. Вот так, в общем-то. Мучают нас. Сходила, блин, надела капюшончик. Такая была хорошая головка. О, надела капюшончик и все свалялось. Вот только-только сегодня, по-моему, голову. Творец, у меня голова грязная. Ну, вот. Из-за того, что питаем в капюшоне, там голова потеет и вообще приминаются. Так, в общем, нагулялись. Находились. Вот. Побаливает нога еще, конечно. Хожу, отхожу. У меня сейчас вообще-то был случай, у меня, знаете, вот коленка, она как-то раз-такая внутрь туда. Оп. Я думаю, у меня сейчас как у кузнечика. Коленка в обратную сторону будет. Вот. О-о-о. А вон она даже прям меня остановила. Ну, и что? Говорится, иду. Что, как нестабильность суставов? То есть, я не знаю, то ли у меня хрящ там уже. На какую-то вот. Что-то, у нас, кстати, вовсе купили. Для анализов. 3-4 рубля стоит. И тогда выкину такую штучку. Она 3-4 рубля стоит. Прикиньте, для анализов такая штучка. Я не говорю, прикиньте, себе надо было там суточную мочу собирать. Банку трехлитровую. И вот взяла себе мороженку. Видите? А ушли они, да? У нас ушли все эти бренды. Все от нас ушли. Все от нас отказались. Вот. В итоге, вот, видите, под другими брендами, пожалуйста. Опять я купила это. Авокали. Не знаю, что там. Подсела. Вон не ест, а я с удовольствием. Сольце его. Ух. Все, в общем, сейчас купили. Сколько у нас? Кстати, мороженое, знаете, оно стоило... Сколько? Оно стоило 723. Вот применила этот купон. 20%. У меня получилось 500. С чем-то? 169. 145 рублей списалось. О, отлично, супер. Вот так вот. Ну, знаете, так иногда вот грустнется. Особенно, знаете, так себя жалеешь. Что-нибудь такое сожрешь вкусненькое. Ммм. Ну, жизнь как-то зыграет. Я, кто-нибудь по-разному. Кстати, считала, что люди с инсулинорезистентностью, их на самом деле очень сильно тянет на сладкое. Вот не знаю, почему. Но у меня вот никогда такого не было, чтобы меня прям тянуло на сладкое. Вот. И, не знаю, так, периодически там кусочек торта и все. А так, чтобы, знаете, каждый день там конфеточку, каждый день там тортик. Никогда такое нет. Вот на солененькое иногда больше даже тянет на какую-нибудь рыбку вкусненькую. Вот так. Ладно, сейчас быстренько приготовлю ужин. И будем ужинать. Вот так вот ведь. Оскуденело наши покупки. Оскуденели. Ну, потому что входник и так целый. Говорю, надо сначала это отдать, а потом уже все равно покупать. Нефиг деньги тратить. Я люблю всех целую. Увидимся на Мукбанке. Всем хорошего настроения. Главное, не болейте. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok